Александр, Антонина, доброе утро. В минувшие выходные Ялта масштабно отметила 23 февраля, День защитника Отечества. У нас прошло очень много мероприятий. И о том, какое участие принимала в этом молодежь, мы поговорим сегодня с председателем правления Ялтинского отделения Российского союза ветеранов Афганистана Валерием Волынцом. Валерий Николаевич, доброе утро. Доброе, доброе. Расскажите, пожалуйста, какие мероприятия были организованы у нас в Ялте? Как проходил праздник? На самом деле было очень много организованных мероприятий. Но на меня самое большое впечатление произвел парад юно-армейцев. То есть это молодые ребята. У нас очень много организаций, которые занимаются военно-патриотическим воспитанием молодежи. То есть это приоритетное направление в общественной деятельности администрации города. Самое большое впечатление произвело, с какими глазами ребята шли на этом параде в форме, красивые. Были показаны упражнения по рукопашному бою. Может быть еще что-то не так получается, но глаза горят. У ребят горят глаза. Это самое главное. То есть ребята практически юного возраста практически уже готовятся к службе в армии. То есть это настоящие люди вырастут, которые уже сейчас готовятся защищать родину. Но это для них не пустой звук, а это то, что они пишут с большой буквы, причем пишут в душе. Ну то есть образно говоря. Очень хорошо выглядели у нас кадеты, клуб юных моряков. Очень огромное влияние военно-патриотическому воспитанию молодежи уделяет Ялтинское отделение ДОСАВ. На самом деле поразило то, что это очень много организаций. И конечно же огромное спасибо общественной организации «Пересвет» за антураж этого всего мероприятия, которые занимаются поисковой работой. Была выставлена выставка. Но самое главное и незабываемое – это глаза ребят, которые участвовали в этом параде. То есть они идут практически как уже взрослые войска. Это невозможно забыть. Вы в параде принимали участие? С кем вы шли? Я был в качестве наблюдателя. То есть не получилось у нас принять. И у меня больше направление такое. То есть я больше работаю со взрослыми людьми. Мы сейчас готовим к регистрации общественной организации, которая будет называться «Крым. Вектор спасения». То есть это волонтерская организация, предназначена для решения вопросов в сфере ликвидации чрезвычайных ситуаций. Но это более взрослая, да? Это взрослая организация, да. То есть это не подростки. Ну а с подростками занимается ваша организация, Ялтинское отделение? Принимает участие только в каких-то мероприятиях, которые организовываются тем же самым ДОСАВ, клубом юных моряков, кадетами, казаками. У нас очень много людей, которые занимаются именно детьми. А мы по своим возможностям где-то участвуем в их мероприятиях, помогаем их в обеспечении этих мероприятий. Так вот, там чемпионат по рукопашному бою. Несколько раз потом мы проводили тематические вечера с нашими подростками по теме Афганистана. В частности, то есть показывали детям фильм «Девятая рота», и потом сидели и очень долго обсуждали, почему так, как так, что правда, что неправда. То есть, ну вот работу ведем, но целенаправленно, какого-то направления вот у нас своей детской группы, ее нет. Вот, поэтому, ну, немножко другие. «Девятая рота» произвела впечатление на подростков? Да, я думаю, да, впечатление было, конечно, неизгладимое. Мы дважды проводили это в Ливадийской школе-интернат и в Краснокаменской школе. Причем после этого участники нашей организации, ну, женщины, которые работают вместе, помогают нашей организации, учитывая, что началась Масленица, и вот тогда тоже были напечены блины, сделаны какие-то пирожки, чай, и вот в такой теплой домашней атмосфере мы обсуждали этот фильм, потому что, ну, после фильма надо, чтобы дети немножко пришли в себя. Фильм тяжелый, конечно, на самом деле. Да. Валерий Николаевич, то есть в Ялте у нас уделяется большое внимание военно-патриотическому воспитанию подростков? То есть достаточно организаций? Я общественной работой занимаюсь 11 лет. Вот такого подъема военно-патриотического воспитания, который происходит сейчас, у нас еще не было. Спасибо, Валерий Николаевич, спасибо вам огромное. Александра Танина, я передаю вам эстафету. Хорошего утра.